Всем привет! С вами Сафронова Ольга и сейчас хочу показать, как сделать PDF-файл или мини-книгу. То, что мы хотим дарить людям, вашим подписчикам, за то, что они выполнят какое-то ваше условие. Полезность, конечно, вы выбираете сами, я просто покажу, как ее оформить. Лучше, конечно, это делать на компьютере, на телефоне можно, но это сложнее, потому что мелко. Я покажу, как это делать на компьютере. Заходите, правой мышкой щелкаете, нажимаете создать, выбираете создать презентация Microsoft PowerPoint, вот это. Делаем это просто в презентации. Открываем ее и настраиваем вертикальное расположение. Заходим в дизайн, вот здесь есть ориентация слайда, мы выбираем книжную. И она у нас становится вертикальной. Теперь мы просто добавляем, нажимаем на главную, создаем слайды. Ну, штук 5, больше можно и не надо. Ну, в зависимости от того, сколько у вас будет информации. Может быть и 3, 4. Чтобы растянуть, хотя бы, чтобы это немножечко было побольше, не один там два листочка. Ну, хотя, если какой-то, допустим, чек-лист, то вполне возможно 1-2 листочка нормально. Нам самое главное сделать ее красивой, привлекательной. Мы выбираем дизайн, заходим, вот здесь есть дизайн. И вы выбираете, можете выбрать отсюда все, что вам хочется. Можете какой-то свой дизайн взять, какую-то картинку разместить фоном. И потом копировать эти слайды. И там будет ваша картинка какая-то уже. Здесь уже полет вашей творческой фантазии. Ну, вот, допустим, я вот такой вот сделала дизайн. Интересный у нас получится. И как назвать? Ну, название, тема. Или просто напишем название. Название мини-книги. Пишите название. Можете свою фотографию поместить сюда. Как поместить фотографию? Нажимаем вставка, картинка. Картинка, картинка. Вот. Просто заходите из компьютера, копируете готовую фотографию или рисунок, который вы хотите. Ну, вот, допустим. Я хочу свою фотографию, допустим, поместить. Отпусть она вот так вот будет. Ну, это к примеру. Вы можете вырезанную фотографию поместить. Как вырезать? Мы уже показывали. Ремувы БГ. Программка вырезает фотографии. И у вас будет фотография ваша без фона. И далее, так, это у нас первый слайд, мы его делаем первым. И далее мы пишем то, что... Пишите то, что хотите, согласно выбранной темы. Допустим, ваша тема 33 заголовка. Или 33 продающих заголовка. Или 33 классных заголовка. Выбирайте шрифт. Какой хотите, чтобы у вас был. Вот здесь 33 как-то не очень хорошо в этом шрифте выглядит. Ну, давайте простой акробат, допустим, возьмем. Любой можете шрифт взять. Вот, вообще-то, для этого оформления лучше подойдет тахома. Лучше сейчас возьмем тахому. Как она далеко. Так, вот она тахома. Ну, допустим, вот так вот. Сделаем ее жирной. И чуть-чуть пониже. Можно поменять цвет. Любой выбираете, какой хотите. Заголовка. Главное, чтобы ошибок не было, как у меня. Все. И дальше пишите уже ваш текст. Допустим, номер один. Так и пишите. Номер один. И заголовок, какой вы там хотите предложить. Все, что вы считаете нужным. Я вам не говорю, что вам делать. Это вы решаете сами, какую вы полезность можете предложить. Может быть, какой-то, ну, смотря, какую нишу вы выбрали, смотря, в чем вы экспертны, смотря, какой совет вы хотите дать, этим вы и делитесь. Что вам не жалко, что вы хотите бесплатно дать людям, чтобы показать свою экспертность. Вот именно в этом у нас главная задача лид магнита. Ну, и здесь пишите ваш текст. И так дальше. Номер два. Опять ваш текст. И так далее, и так далее, и так далее. Все, вы написали. Оформить можно картинками, оформить можно фотографиями, еще раз повторяю. Поиграть можно со шрифтом. Со шрифтом мы играем вот здесь. С цветом шрифта вот здесь. Вы выбираете, какой хотите. Все, сохраняете. Эта презентация у вас сохраняется. Можно сохранить еще таким вот образом, как PDF-файл. Нажимаем файл, сохранить как, и выбираем сохранить как PDF. Вот здесь. Так, вот PDF. Нам нужен именно этот будет режим. Сохраняем. Все, просто в PowerPoint, в просто презентации, можно редактировать. В PDF-файле редактировать нельзя. Запомните эту разницу. Поэтому для себя вы оставляете PowerPoint, а для людей вы отправляете то, что уже отдаете людям, в PDF. Все, у вас остается на компьютере два файла. PDF, PowerPoint. Так, вот у меня презентация в PowerPoint. Вот это PDF-презентация. И PDF-презентацию вы уже можете отправить людям без всякой ссылки. Если презентация большая, будет весить тяжело много, то тогда нужно ее поместить в Google, на Google Диск ваш. Если у вас есть Google Аккаунт, то вы заходите на ваш Google Аккаунт и закачиваете туда вашу презентацию. Вот я сейчас показываю, как это делать. Я захожу на свой Google Аккаунт. Сейчас он у меня загрузится. Вот здесь 9 точек приложения Google. Заходим сюда. Нам нужен вот этот треугольничек цветной. Ваш Google Диск. Заходим в него. Когда у вас все загрузится, заходите в мой диск. Нажимаем на треугольничек. И здесь у вас высветилась загрузка файлов или загрузка папки. Все, что вы хотите, чтобы хранилось у вас на Google Диске в вашем облачном хранилище, вы можете с вашего компьютера закачать сюда. Нажимаем на загрузку файла. Нам нужен только один файл. И ищем, где у нас этот файл. Вот он, этот PDF файл. Вот у нас происходит загрузка. Влево, в правом нижнем углу. Все, загрузка завершена. Теперь открываем здесь нашу презентацию. И смотрите, как получить ссылку на нее. Нажимаем на три точки. В правом верхнем углу. Открыть доступ. Нажимаем открыть доступ. Выходит вот такая вот табличка. Можно добавить пользователей или группы, но мы не пойдем таким путем. Мы нажимаем разрешить доступ всем, у кого есть ссылка. И у нас выходит вот такая вот ссылка, которую можно скопировать. Причем, смотрите, можно дать людям как читатель, как комментатор и как редактор возможность. Если вы не хотите, чтобы кто-то редактировал ваш PDF файл, то выбираем только читатель. Если вы чем-то делитесь и хотите, чтобы человек имел возможность отредактировать, то даете права редактора. На данный момент нам нужно, чтобы люди только смотрели, читали. Мы не хотим, чтобы кто-то редактировал. Оставляем как читатель. Все, копируем ссылку. Нажимаем скопировать. Все, нам написано ссылка скопирована. Готово. Но ссылка у нас длинная, неудобная, некрасивая. Поэтому мы заходим просто в Google и пишем сократитель ссылок. Сократитель ссылок. И нам выдает сократитель. Самый простой короткий URL для всех. Кликер. Вот сюда вставляем нашу длинную, некрасивую ссылку. Делаем клик. И у нас вот такая миленькая, коротенькая ссылочка, которую вы можете вставлять в пост, которую вы можете отправлять людям. Давайте проверим с вами. Я сейчас ее просто вставлю в поисковую строчку. И посмотрим, куда нас приведет. Все, вставляю. Вот она, наша маленькая ссылочка. Когда подгружается, она открывается большой и переводит человека на нашу презентацию. На презентацию на нашем Google диске. Вот таким образом, если презентация большая, если маленькая 2-3 листочка, вы можете без ссылки просто сбросить PDF-файл. Через мессенджеры оно спокойно проходит. А если большая, тяжелая, если там несколько листов, много картинок, она будет много весить, уже тяжело будет передаваться в мессенджерах, только тогда уже нужна будет ссылка. Ссылка нужна не всегда. Это запомните. Все. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я на связи. На этом заканчиваю. Продолжение следует...